Синие автобусы транспорта Верхневолжья как раз активно готовят к летнему сезону. Это обязательное прохождение техобслуживания, замена всех изношенных деталей, а также особое внимание системе кондиционирования, которая весьма актуальна в жаркие дни. Всё это нужно для того, чтобы поездки пассажиров в автобусах транспорта Верхневолжья были комфортными и безопасными. За процессом понаблюдал и наш корреспондент. В Верхневолжском АТП в целом более 600 автобусов. Около 430 из них перевозят пассажиров в областную столицу. Остальные работают ещё в шести муниципалитетах. Особое внимание уделяется техническому состоянию машин, ведь от него напрямую зависит безопасность пассажиров. Так в апреле автобусы проходят сезонное техническое обслуживание. Более 35 специалистов задействованы в процессе. А это целый комплекс работ, рассказывает слесарь Верхневолжского АТП. Чистятся внутренние фильтры. Мы их снимаем, продуваем. Там стоит специальная сетка. Мы проверяем наличие ремней. Кондиционера. И заправлен ликовый кондиционер. Также обычное ТО, то есть это замена масла фильтров. Замена масла в мостах. Ну и соответственно также текущий ремонт. Полная диагностика одного автобуса занимает в среднем до 8 часов. Безусловно, в преддверии лета нужно проверить кондиционеры, чтобы в салоне даже в самые жаркие дни пассажирам было комфортно. Мастера меняют в них фильтры, чтобы воздух был не только прохладным, но и чистым. Измеряют давление. Вот компрессор, который отвечает за кондиционирование салона. То есть там находится специальный хладоген, жидкость, который циркулирует по системе и остужает воздух в салоне. То есть мы проверяем наличие и давление. На приборе показывают, что низкое давление в пределах 4 бар должно быть, и высокое давление в пределах 5. Кроме того, проводится проверка системы охлаждения двигателя, состояние рулевого управления, топливных систем и электрооборудования, работоспособность подъемников и аппарелей, уборка салона. Мы поинтересовались у пассажиров транспорта Верхней Волжи, как они оценивают комфортность езды в синих автобусах в целом. Что касается работы кондиционеров, то горожане очень положительно оценили их наличие. Кондиционер работает всегда. Автобусы хорошо, все чисто. Это просьба, чтобы кондиционеры хорошо работали. Вроде расписание нормальное, выдерживается. Оплата. Лучишь приложение тоже очень удобно по QR-коду. Это вообще прям замечательно. Места постоянно есть. И сам транспорт большой. Очень всегда опрятан. Никогда не было, что прям душно, даже если есть прям народ. Всегда. Вот прям комфортно. Действительно, вот лучше гораздо стало, когда вот ввели вот этот транспорт Верхнего Ложья. На сегодняшний день сезонное техническое обслуживание прошли порядка 50% транспортных средств. До конца апреля планируется завершить работы. Причем работы ведутся не только в Твери, но и в филиалах Верхневолжского АТП. Они обеспечены необходимым количеством запасных частей, техническими жидкостями и иными расходными материалами. К работе в летний период готовят не только автопарк предприятия, но и водительский состав. Они проходят обязательные инструктажи. За три года работы транспорт Верхневолжья зарекомендовал себя как надежный и комфортный перевозчик, что отмечают в том числе и жители Твери и районов, где функционирует данная модель перевозки.